Здравствуйте, коллеги! Рады приветствовать вас в информационном центре Татаран Форум. Перед началом пресс-конференции прошу поставить телефоны на беззвучные режимы. Сегодня тема нашей встречи – итоги значительного продвижения Казанского федерального университета в международных предметных рейтингах. У нас в гостях ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и директор Института психологии и образования КФУ Айдар Калимулин. Ильшат Равкатович, вам слово, благодаря чему наш ВУЗ смог достичь такого признания. Во-первых, большое спасибо за организацию данной встречи. Прежде всего, я хочу всех коллег поздравить с прошедшими праздниками. И независимо от того, что вчера были праздники, сегодня мы с вами здесь уже в 10 часов. Это говорит о том, что есть достаточно большой интерес вообще ко всему, что происходит сегодня в стенах нашего университета. Я это связываю с тем, что большинство здесь присутствующих так или иначе были связаны с университетом, либо наши выпускники, либо работали. И вот вчера одна из ведущих рейтинговых агентств опубликовала результаты в предметных рейтингах. Что для нас очень отрадно, что мы впервые попали в сотню ведущих ВУЗов мира в области education. То есть для нас это особо важно, поскольку именно в области подготовки учительских кадров нас больше всего критиковали, в том числе и здесь присутствующие. Поэтому попадание нашего университета, кстати, это единственный университет Российской Федерации, который занимает эти позиции. И в топ-100 мы стали 94-й позицию в мировом рейтинге. Это говорит о том, что наша стратегия, которую мы обозначили несколько лет назад, она была правильной. Мы шаг за шагом шли к этому результату. И вы знаете, что система подготовки учительских кадров у нас имеет собственную модель. В Елабуге это традиционная модель, когда изначально готовятся будущие учителя. То есть они работают в нашем институте. Я под работой подразумеваю не только работу студентов, у нас тоже работают. Учеба это очень тяжелая работа. А в Казани у нас подготовка учительских кадров носит распределенный характер. То есть учителя физики, я неоднократно об этом говорил, готовят институт физики, учителя математики, готовят наш МИХМАТ и так далее. Мы исходили из того, что есть проблемы предметной подготовки учительских кадров изначально. Вы помните, наверное, период, когда у нас многие учителя сами не могли сдать и единый государственный экзамен. Тогда стоялось под сомнение, каким же образом они готовят наших ребятишек на сдачу этих экзаменов. Тогда же были предприняты организационные мероприятия в университете, когда мы создали базовый институт, который Айдар Миньевансорович возглавляет. Институт называется Институтом психологии и образования, который координирует всю работу. И вот за этот период нашего развития, с 2010 года, мы проходили несколько этапов. Вначале у нас все готовилось в стенах предметных институтов. Далее уровень магистратуры мы передали под ответственность Института образования и психологии, точнее психологии и образования, исходя из того, что нужно больше внимания обращать на методические вещи. И все это сопровождалось с достаточно глубокими исследованиями в области подготовки учительских кадров, прежде всего, и в целом в области развития системы образования, которая должна была адекватно отвечать на все те вызовы, которые сегодня в обществе происходят. И уже результатом всего этого, а поскольку рейтинговое агентство оценивает и качество образования, и научные исследования в этой сфере, и доход, который зарабатывает СВ именно в этой сфере, и международные контакты именно в этой сфере, то есть именно в сфере education, либо в других предметных сферах, если это как говорится о других предметных областях, и стали результаты, озвученные буквально вчера Таймсом, результатов позиций мировых университетов. Хотя и значительное значение имеют и репутационные вещи. Поэтому, когда есть репутация у организации, а вот многие наши российские вузы, которые тоже попали в предметный рейтинг, они не меняли ни название в самом начале, ну, допустим, вот МГУ, она с поколом веков называется Московским государственным университетом, да? Мы все-таки поменяли название в 2010 году, мы стали федеральным, казанским, федеральным, приволжским университетом. Я каждый раз на встрече с вами акцентирую на этом внимание, поскольку результативность сегодня достигается в том числе и при помощи различных механизмов, в том числе и за счет поисковиков, да, которые просто не видят. Если название университета, а этот эффект, он накопительный, то есть вот до 2010 года федерального университета не было, поэтому все говорят, а где же вы были? Да, мы говорим, мы организовались в новом формате только в 2010 году. И вы помните, какое напряжение было в том числе и в обществе, и до сих пор, кстати, вопросы правильности включения педагогического образования в состав классических вузов на разных форумах сегодня тоже обсуждается. Но сам факт мирового признания говорит о том, что это правильно. Если посмотрите на трейтинги, то ни один педагогический университет там в принципе не то, что не занимает лидирующих позиций, их там даже в зоне видимости нет. Отсиживают там в разных областях по-разному. Где-то до 200 университетов смотрят первые позиции, смотрят, допустим, тысячи и озвучивают первые позиции. В разных сейчас чуть больше 500 начали смотреть, до тысячи доходят в разных предметных областях, в том числе и в области education. Поэтому хорошо, что ряд вузов вошли дополнительно. Значит, в частности и Санкт-Петербургский политехнический университет, и наши партнеры, это Уральский федеральный университет, тоже в рейтингах присутствуют. Один занимает позиции 300-400, другой 400+. Ну там 400+, он может и 500, и 600 позиции, там уже дальше просто данный предметный рейтинг он не уточняет. Так вот, в Российской Федерации сегодня наши позиции лучшие. Они были таковыми и в прошлом году. Просто в прошлом году мы занимали позиции 101-125 в рамках, да? А вот ниже 100 уже конкретное место устанавливается. То есть, сегодня мы занимаем 94-й позиции. Московский университет 201-250, Томский 400+, Санкт-Петербургский политехнический 301-400, и Уральский федеральный университет 401-401+. В то же время хочу сказать, что все эти университеты в основном занимаются научными исследованиями, либо осуществляют подготовку учительских кадров на уровне только магистратуры. Мы единственные, которые осуществляем подготовку учителей на всех уровнях. Оровень бакалавриата, магистратуры и аспирантура. В то же время у нас достаточно сильная система переподготовки действующих учительских кадров. Причем мы готовим и осуществляем переподготовку учителей не только для нашей республики, но и для всех регионов Российской Федерации. Вот первичная информация, которую я хотел озвучить и сказать, что мы идем жестко по нашей стране, в стратегии развития университета, хотя мы для себя запланировали попадание в сотку в этой предметной области только на следующий год. У нас планово было, потому что очень жесткий конкурент. Всем ближе идешь к финишу, если со спортом сравнивать, то в десятку лучших спортсменов мира можно попасть. Но первым, самое главное, удержаться на этой позиции удается не всегда и не каждому. Поэтому это очень такая жесткая борьба, конкурентная борьба. Здесь зачастую действуют и разные сторонние силы, как мы их называем, в том числе и попытки как или иначе испортить репутацию ВОЗа. Это тоже есть, и сегодня этим иногда пользуются. И вы знаете, какое было давление, в том числе и на наш университет, поскольку мы одновременно формировались как единое учебное заведение. И понятно, что были разные силы, как внутри университета, так и за пределами университета. Вы помните, в обществе до, ну еще года полтора-два назад нас критиковали, как мы готовим учительские кадры, хорошо или плохо. Но, вы знаете, критиковать могут только те, которые сами проходят этот этап. И мы даже вот результаты проверок разных, наш университет тоже, как любую структуру, часто проверяет. Мы сейчас просим, чтобы в качестве проверяющих всегда выступали университеты первые десятки или первые тридцатки ВОЗов нашей страны. Поскольку, когда тебя проверяют университет, который не очень понимает, чем ты вообще занимаешься, тогда возникают сложности. Мы тратим огромное время, объясняя, а коллега может сказать, нет, вы делаете неправильно. Вот я считаю, надо было готовить так, как есть. А вот кроме мирового признания, нам очень важно для себя понять, что мы шли все-таки правильным путем. И мы во многих предметных рейтингах продвигаемся. Не только здесь, в этой области. И все-таки эта область для нас была очень важной, поскольку именно от учителей во многом зависит то, как наше общество в дальнейшем будет развиваться и каких абитуриентов мы будем получать. Вы знаете, что у нас самая развлепленная система подготовки. У нас есть собственные лицеи, их два, и они тоже среди лучших лицеев Российской Федерации. У нас есть центры переподготовки, и сейчас мы отрабатываем совместно с нашей республикой создание детского садика. Но он тоже будет не обычный сад, а это будет детский сад, сфокусированный на вопросах социализации детей с аутическими расстройствами. Мы берем специально сложные темы, решения которых позволят отработать и механизмы их социализации, и самое главное, это очень серьезная научно-методическая работа, как для наших педагогов, социологов, психологов, так и для наших медиков, поскольку это комплекс проблем. Значит, мы здесь нашли положительный открог со стороны президента нашей республики. Это более того, было его поручение на одной встрече с родителями детей с аутическими расстройствами. В то же время, этот сложный вопрос, кроме нас, мало, наверное, кто сможет решить в целом. Мы будем привлекать, конечно же, специалистов и со стороны. Мы здесь тоже стали базовым центром по решению Минпросвещения Российской Федерации. Спасибо. Спасибо большое, Айшат Равкатович. Адар Минемансурович, расскажите, чем выделяется система подкровки педагогических кадров КФУ, благодаря чему такие высокие места? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня очень волнительный момент для меня, для моих коллег, для Ильфа Равкатовича, потому что мы, наверное, долго будем еще переваривать это событие, так как 94-я позиция в международном рейтинге – это, прежде всего, показатель репутации, престижа системы педагогического образования КФУ в рамках и вообще Российской Федерации. По сути, мы своим достижением представляем педагогическое образование Российской Федерации, Республики Татарастан на международной арене. И о том, что мы весьма, что мы в одной группе с ведущим университетом мира – это, безусловно, особый такой факт. Ильф Равкатович сказал о том, что мы в течение уже восьми лет с момента присоединения двух педагогических университетов в 2011 году очень системно, целенаправленно работали, и я очень благодарен руководству нашего университета тому факту, что в 2015 году педагогическое образование стало одним из четырех приоритетных направлений развития КФУ как участника программы 5.100. Это, по сути, наверное, редкий такой пример, когда университет, используя те ресурсы, выделяемые программой, сконцентрировался на решении социальных вопросов, на реализации своей социальной миссии, и я очень рад тому, что мы оправдали это доверие, эти надежды, и сегодня я могу смело утверждать, что наш университет известен уже во всем мире, и мы встречались здесь, традиционно встречаемся в мае, когда мы проводим наш международный форум по педагогическому образованию ИФТ, и более 100 зарубежных ученых, более 500 российских ученых ежегодно приезжают к нам для того, что, причем приезжают из года в год, чтобы каждый год узнать что-то новое, то, что мы делаем в системе педагогического образования. Действительно, нам есть чем, что показать, и я вот много очень бываю за границей, изучаю опыт зарубежных вузов. Это тоже сейчас очень важно, потому что нельзя замыкаться, надо воспринимать все лучшее, что есть в мире. Как известно, XXI век был объявлен Всемирным банком веком кризиса школьного образования. Когда приезжаешь в зарубежные страны, уже в некоторых аэропортах встречают баннеры, которые посвящены рекламной щиты привлечению учителей в школу, программы по подготовке учителей. Даже в благополучной Германии существует огромная нехватка учителей, и на улице висят рекламные щиты, где дети протягивают руки, будь моим учителем и так далее. То есть угроза очень серьезная, и не случайно вопросы подготовки учителей сейчас становятся одним из приоритетных даже в ведущих странах мира. И вот здесь, конечно же, Казанский федеральный университет выполняет свою миссию как вуз, в том числе и международно ориентированный, который позволяет выстроить этот мост сотрудничества между российскими и зарубежными учеными. Мы имеем для этого очень интересные инструменты. У нас работают зарубежные российские ведущие исследователи. Мы имеем свой журнал, который с прошлого года индексируется международных базовых данных. И все это и многое другое. Этот журнал, я, кстати, должен сказать, он из вот этого журнала, из самого критикуемого был выведен. Мы как-то тоже на этом акцентировали внимание, средства массовой информации, представители средств массовой информации, говоря о том, что ставил вопрос, либо его совсем закрыть и с нуля открыть, да, поскольку все время его критиковал и диссернет и все, кто... Но мы его вывели в один из лучших журналов Российской Федерации, он стал сегодня международным. И никакой критики нет. Более того, вот сам этот процесс вывода этого журнала показывает как положительный пример на всех форумах сейчас. Да, говорят, вот они взялись и системно отработали шаг за шагом, исправляя те ошибки, которые были. Ведь нас зачастую критикуют за те ошибки, которые до нас были сделаны. Мы просто не озвучиваем фамилии, кем и когда это было сделано, терпеливо, молча воспринимаем все, что о нас говорят, да. Вот это факт, тоже выводы. Так, пожалуйста. И узловая проблема, одна из главных проблем в мире, как готовить учителя, какие ресурсы для этого привлекать, кто их должен учить, как учить, чему учить. И в мире идет дискуссия, какими должны быть учебные заведения. И в частности, два мнения, что нужны специализированные педагогические вузы, как это было в советское время, и нужны только университеты, которые являются многопрофильными, в том числе и готовят учителей. И как бы мы там не спорили по этому поводу, то мировая тенденция сейчас в том, что специализированных педагогических вузов в мире уже практически не осталось. Они уменьшаются и в России, если еще 20 лет назад их там было более 100, сейчас в России более только 48 вузов специализированы в педагогических, которые готовят учителей. И более 200 непедагогических университетов, это и федеральные, это и классические, и технические, которые предлагают программы педагогического образования. Они готовят примерно уже 48% учителей в России, а 52% — это традиционные педвузы. И вот лидером второй группы непедагогических учебных заведений вот так за эти годы незаметно стал Казанский федеральный университет. Более того, мы обучаем сейчас порядка 10 тысяч студентов по всем уровням педагогического образования и по всем предметным областям современной школы, и мы являемся третьим по размерам центром подготовки учителей в Российской Федерации. Хотя в аббревиатуре Казанского федерального университета слова педагогические нет. Более того, наша модель, в отличие от традиционных педагогических университетов, является более вариативной. Ильшат Равкатович говорил о том, что мы реализуем несколько моделей. Это классическое в Велопрожском институте, распределенное в Казани, и сейчас мы приступаем к реализации еще одной интегративной, так называемой интегративной модели. В чем их преимущество? Сейчас, наверное, ну, я не буду скрывать, что в том числе и школы нашей республики испытывают достаточно заметную нехватку учителей. Из те старые методы привлечения учителей в школы, когда исчезло обязательное распределение, они в современных условиях по самым разным, прежде всего, социально-экономическим причинам, они не работают. И вот сейчас в главу угла уходит вариативность подготовки, потому что учитель – это прежде всего и признание, и надо дать возможность прежде всего студентам прийти в профессию учителя разными путями. И вот Казанский федеральный, модель Казанского федерального университета, в отличие от традиционных педагогических вузов, она как раз-таки нацелена на решение этой проблемы. И вы знаете, она начала отдавать успех. И вот сегодня уже упоминалось о том, что нас, наверное, не критиковал только ленивый с момента присоединения педагогических вузов. И сколько, ну, ереси, сколько неправды пришлось выслушать, что педагогическое образование в республике убито, кто будет готовить учителей. Хотя вузы также продолжали работать, есть федеральный образовательный стандарт, есть целевое задание Министерства тогда образования и науки. И мы эту работу продолжили, мы продолжали ее делать. Но, тем не менее, вот я хочу отметить факт, что в 2011 году на момент присоединения двух педагогических вузов Казанский, вернее, Татарский государственный гуманитарный педагогический университет занимал 54 место в качестве приема среди вузов России. С рейтингами путать не надо, только качество приема, это вот по единому государственному экзамену оценивается. Это средний балл ЕГЭ. А то сейчас скажут, что Татарский гуманитарный на 54-х позициях был, а сейчас только 94-й занимает, чтобы понимали, что это разные вещи. Да, да. Но это показатель привлекательности вуза для абитуриентов. И вы, наверное, многое, как журналисты, читали о проблеме двойного отбора, что в педагогическую профессию прежде талантливые выпускники школ не шли. Елабужский госпиталь университет занимал 62 место. И вот сейчас мы смогли решить эту проблему за последние годы, и мы всегда по течении последних 3-4 лет демонстрируем устойчивый рост среднего балла ЕГЭ поступающих абитуриентов на педагогические направления подготовки. Мы традиционно входим в десятку, и вот буквально на прошлой неделе был опубликован этот рейтинг, подготовленный высшей школой экономики. Мы входим в десятку по всем направлениям. Более того, мы лидеры в России по платному контрактному приему на программы подготовки учителей. О чем это говорит? Говорит о том, что наши программы привлекательны, интересны, и те, кто не смог поступить на бюджетные места, готовы платить за это деньги. И вот это говорит о том, что в профессию учителя начали приходить очень талантливые выпускники. И в этом году средний балл по КФУ составил 78 баллов ЕГЭ. Вы прекрасно понимаете, что приходят уже отличники, и их достаточно много. И вот это одно из, наверное, таких важных тоже следствий вот этого присоединения и нашей трансформации. Но на чем... Говоря о ЕГЭ, я, извините, буду перебивать иногда, надо всегда помнить о количестве приемов. Если принимается на бюджетные места 10 человек, то понятно, что ЕГЭ очень высокой может быть, да? У нас все-таки очень большой прием. Вот в целом на все уровни, не только по педагогике, более 5000 был бюджетный прием Казанских федерального университета. Это уровень бакалавриата, магистратуры и аспирантора. Да? Это огромные цифры. Поэтому ЕГЭ делится, когда средний определяется, вот на этот знаменатель. Понятно, да? То есть 10 человек – огромный конкурс. Когда уже 10... 100 человек – конкурс меньше. Когда тысячи человек – еще меньше может быть. Поэтому когда вот оценивают прием по единому государственному экзамену, мы сейчас хотим внести корректировку масштаб вуза. То все время говорят, вот в Татарстане мы по уровню ЕГЭ вторые, да? Там первый занимает медицинский университет. Но надо же понимать, что если будет одно бюджетное место, то может быть и зашкаливать там больше 100. Еще 100 получить, там еще надбавки за разные портфолио, за Олимпиаду и так далее. Поэтому это очень важный фактор. Поэтому мы об этом на встречах всегда говорим. Извините, Айдар Минонцович. Я продолжу, что первые три места в этом рейтинге в этом году заняли вузы с приемом в 10 человек всего лишь бюджетно. Понятно, что с такими крупными университетами, как наш, московские медуниверситеты, ну там, они в одной линии стоять никоим образом не могут. Следующее наше преимущество, что за эти годы, благодаря поддержке, мы смогли выстроить совершенно новую для России инфраструктуру педагогического образования. Здесь я, наверное, не покоривлю душу, если скажу, что педагогические вузы всегда были немножко в стороне от приоритетов образовательной политики в стране. Я был ректор Елабужского государственного педагогического университета и просто считал деньги, хватит ли мне финансирования, там, не просто на покупку мебели, оборудования там какого-то, а просто на ремонт крыши, потому что иначе мы не могли там заниматься. И вот включение в эту большую семью Казанского федерального университета позволило нам при, безусловно, понимании со стороны руководства получить хорошие инвестиции в нашу инфраструктуру. Я всех приглашаю вас в удобное, в любое удобное время, а некоторые уже бывали у нас в гостях на Межлоуке-1, увидеть это здание, которое, по сути, было в крайне аварийном состоянии, а сейчас это здание, обеспеченное, сделанное на уровне мировых стандартов. Это я знаю от своих зарубежных коллег, которые к нам приезжают. И самое главное, оснащенное всем необходимым для качественного организации учебного процесса. У нас есть все, начиная от базового оборудования в аудитории и кончая модельными классами для подготовки учителей химии, физики. Сейчас у нас буквально, мы вас обязательно пригласим после Нового года, у нас кроются новые лаборатории по цифровому обучению. Это тоже сейчас тренд, от которого мы не можем отрекаться и отмахиваться. И вот вся эта инфраструктура, конечно, она работает на качество образовательного процесса. Я бываю во многих вузах, ну и поверьте мне, те, кто приезжает даже из-за рубежа, из ведущих, из Германии, Великобритании, США, они говорят, что это самые высокие мировые стандарты. Кроме того, вот та инфраструктура, которая есть в КФУ, она ведь вся работает на педобразовании. Это два лицея, которые мы используем для прямой практики наших студентов, а это лицеи, входящие в топ-100 в России, которые мы используем для своих разработок, для исследований, которые мы используем для апробации наших исследований, они являются очень важной такой и, к сожалению, недосягаемой для большинства вузов России инструментом по повышению качества педагогического образования. Кроме того, планетарии, детские университеты, вот вся эта система, она замкнута в единый комплекс, который, опять-таки, позволяет нам достигать очень хороших исследований. Практически мы исследуем самые живые проблемы, которые стоят перед современными детьми, школы, начиная с детей, которые имеют проблемы со здоровьем, с буллингом, с взаимоотношениями с родителями и так далее, и так далее. Это тоже очень интересно, особенно это интересно и зарубежным исследователям. Я думаю, что мы достойно представляем российскую педагогическую науку на международной арене, потому что, выезжая на самые крупные конференции мира, мы видим, допустим, сейчас в мире тренд – это сетевые сравнительные исследования, когда ученые из нескольких стран исследуют проблему с национальных позиций. И потом выявляют, условно говоря, в Германии тут хорошо, вот в этой позиции, в Румынии неплохо, что нужно заимствовать. И вот когда мы начали выезжать на эти крупные конференции, Россия была на этих картер белым пятном. Сейчас нас знают, сейчас мы получаем заказы, мы вступаем в эти сетевые исследования. И вот последний буквально пример. Мои коллеги подготовили раздел для, наверное, самой престижной в мире энциклопедии по образованию, Оксфордской энциклопедии, которая была издана в Оксфорд-Университете Пресс, раздел о развитии педагогического образования в России. И это показатель того, что мы нацелены на исследование очень важных проблем, которые нужны для общества, которые нужны для современных детей, родителей, учителей. И вот не случайно одним из показателей рейтингов является международное цитирование. Вот, наверное, удивлением будет для вас узнать, что примерно 30% статей в журналах Nature и Science, они не цитируются. То есть они остаются незамеченными. И вот показатель того, как цитируется эта статья, как ее читают, обращаются, как раз таки является прямым свидетельством, насколько интересна эта проблематика. И вот по цитированию мы сейчас являемся одним из мировых лидеров, потому что мы смогли найти вот ту зону, скажем так, неизвестную для россиян. Мы с Александром Катовичем были в августе в Токио на, наверное, самой такой престижной мировой конференции Всемирной Ассоциации исследований в образовании. И вставали коллеги зарубежные, там очень много было японских коллег, которые вставали и говорили, до еще конца 80-х годов мы многое знали о советской педагогике, она была нам интересна, мы заимствовали многое, многое перенимали. И 30 лет у нас, говорит, Яма, мы ничего не знаем, огромное вам спасибо, чтобы выступали, рассказывали. Приезжали ученые из окраин Японии для того, чтобы послушать российских исследователей. Ну и то, что эти российские исследования представляются, опять-таки, учеными Казанского федерального университета. Ильшатров Катович делал доклад о развитии педобразования в нашем университете. Это, конечно же, очень большой такой показатель. Ну и то, что в этот процесс, это не громкие слова, это не какая-то там лесть, то, что руководитель вуза сам влечен в процессы педагогического образования и как Академии Крау. Для нас, конечно, большое подспорье, потому что мы не один вуз, вот приезжают коллеги и нам завидуют. Они нам говорят, что даже на конференции ректора не приходят, потому что все равно педобразование это немножко такая, это не медицина, это не экономика, где можно получить очень большие дивиденды, доход. Но, с другой стороны, это непонимание, какую большую социальную миссию играет педагогическое образование в нашем обществе и как оно важно для нас. И поэтому региональная функция Казанского федерального университета, я думаю, она будет еще проявляться в будущем, потому что, я надеюсь, мы только набираем обороты. Только набираем обороты. И масса приезжала вот на ИФТ зарубежных коллег, которые уже в частных беседах говорили, вы реальный центр, мировой лидер, один мировой лидер в области педагогического образования. Но и то, что эти, может быть, частные беседы подтвердились в данном случае уже официальными критериями рейтинга, где подтасовать ничего невозможно, где очень жесткая экспертная оценка, где говорят цифры, прежде всего, это, наверное, подтверждение того, что мы на верном пути. Я бы хотел, чтобы мы с вами вместе, уважаемые представители профессии журналистики, мы бы все-таки поднимали интерес к педагогическому образованию и старались привлечь еще больше талантливых детей в эту сферу. Вот сидит мой любимый тоже корреспондент Республики Тарастан, мы работаем в этом направлении. Мне хотелось бы, чтобы вот это сотрудничество, она еще больше ширится вместе с вами. Спасибо. Они уже большую роль сыграли, я в подтверждение, то, что вовлеченность ректора в эти приоритетные направления здесь большая заслуга критических, в том числе замечаний, которые шли с вашей стороны, так, потому что злость является одним из таких больших стимулов, чем-то. У нас вообще приоритетные, у нас всего четыре можно отдельно выделить, это вот педагогическое образование, это медицина, сегодня мы говорим обеимые ценят, это нефть, нефтегазовые технологии, переработка, да, и это цифровые технологии сегодня. Поэтому во всех этих направлениях мы фокусируем наши ресурсы и, в общем-то, продвигаем неплохо. И университет, а самое главное, мы отвечаем на те вызовы, которые сегодня есть. То есть, если ты занимаешься невостребованными делами, то, соответственно, тебе интереса нет. Если ты занимаешься тем, чем востребовано сегодня общество, то есть, в чем общество нуждается, конечно, разные могут быть точки зрения в решении этой проблемы, и это нормально, да, но и если не заниматься этими проблемами, то никогда эти вопросы не будут отрешены. Сегодня стоит очень большой вопрос, куда мы идем, какое общество мы строим, не только в нашей стране, но и в целом мире. И вот на некоторые из них Айдар Милимансурович акцентировал, в том числе и ваше внимание, когда говорил о педагогическом образовании. На самом деле проблем очень много, результаты рейтинга, это мы рассматриваем как один из этапов оценки нашей работы за период с 2011 года. Хотя реально это работа с 2015 года, поскольку 2-3 года нам нужно было еще сформатировать понимание, в каких направлениях мы должны двигаться и что должно быть приоритетом Большого Казанского федерального университета. Это было самое крупное и на сегодняшний день самое крупное объединение. Может быть, независимо от нас, а нас уже назначили период, когда нужно было все это как-то структурировать. Спасибо. Если будут вопросы, мы готовы ответить. Коллеги, переходим к вопросам-ответам, поднимаем руки, называем издание, представляемся, адресуем свой вопрос. Кто смотрит трансляцию, внизу экрана. Давайте с вас начнем. Евгения Чеснокова, газета Республика Тартан. У меня к вам вопрос. Какой все-таки процент ваших выпускников идет после вузов школы и что нужно сделать, чтобы вот эти талантливые, лучшие, как вы говорите, те, кто поступают опять в специальности, чтобы они оставались потом в наших школах? Отличный вопрос, потому что и в нем сразу сквозит мысль, что есть недовольство вот тем процентам выпускников, которые приходят в школу. По разным статистическим выкладкам этот процент связан с трудоустройством. Я бы не говорил только здесь только о школе, потому что все-таки педагогическое образование, оно ориентировано на широкую социальную сферу. Это и органы, которые связаны с социальной сферой, и поэтому если они находят работу на стезе полезное общество, это тоже для нас положительный результат. И вот с этой позиции мы видим, вот последняя цифра, она в районе 80%, потому что все равно они приходят на работу. Это трудоустройство, связанное с социальной сферой прежде всего и образованием. Надо учитывать, что есть молодые люди, которые идут в армию, да, есть небольшой процент девушек, которые выходят в декретный отпуск, да, есть студенты, продолжающие обеспечение в магистратуре. Поэтому к стопроцентному показателю там априори невозможно подойти. И вот проблема-то ведь в другом немножко, да, сколько этих, и есть соответствующие исследования, сколько этих молодых учителей остается через год, сколько через два, через три, через пять лет. А цифра через пять лет остается весьма минимальной. И поэтому сейчас существует очень серьезная потребность, с исключением Москвы и Санкт-Петербурга, где другой уровень заработанной платы в учителях во всех регионах России. И вот здесь я бы сказал, знаете что, да, вот когда пытаются критиковать российскую систему педагогического образования, вот поверьте мне, практически там в два раза в месяц я бываю за рубежом, причем это не туристические поездки, я учусь там, смотрю там, работаю с коллегами, да, и я могу сделать вывод о чем, да. Мы решили первую проблему привлечения в профессию учителя талантливых выпускников школ. Это действительно есть, и цифры это подтверждают. Учебные программы в России замечательные, да, такой насыщенности, наполненности, да, практически нет ни в одной стране мира, и поэтому у нас сейчас активны наши программы заимствуются. Я просто скажу, что в Америке есть программы пятинедельные по обучению учителя. Весь мир сейчас живет по принципу большинства стран, да, быстрее и дешевле подготовить учителя и запустить его в школу. А дальше там время покажут, будет он, где работают. Наши программы, они по бакалавриату четырехлетние, двойной бакалавриат пятилетний, они великолепные программы, связь с практикой. Есть практика в ряде стран, почему изучают нашу систему взаимодействия с нашими лицеями, где мы выстроили, да, у нас практика начинается с первого года обучения, и она идет по нарастающей. То есть мы имеем хорошие такие площадки, а есть страны, где всего лишь пять, десять, двадцать часов практики, да, за все время обучения студента. Эта система тоже выстроена. Проблема, на мой взгляд, вот сейчас, как я вижу, западающее звено, это рекрутинг, привлечение молодых и закрепление молодых учителей в школе, да. Эту проблему Казанский федеральный университет, по сути, решить не может, потому что наша задача подготовки учителей, да. Вот здесь есть хорошие тенденции на уровне республики, да, связанные с республиканским заказом на подготовку учителей для миленовальных школ. Я думаю, это неизбежно, это мой прогноз, вырится, республиканский заказ на подготовку высококвалифицированных учителей математики, физики для школ с углубленным изучением предметов, да, это будет проходить. И вот, наверное, здесь все-таки наша республика, она должна выступить таким инициатором вот этих новых моделей, вот иначе, ну, через 3-5 лет прогнозы пока не самые утешительные. И вот здесь Казанский федеральный университет, исходя из наших наработок, мониторинговых исследований, да, наших психологических служб, потому что, когда мы общаемся с молодыми учителями и ищем причину, да, спрашиваем, у нас есть такие исследования, опросы, да, это ведь не только заработная плата, но республика устанавливает награнт, наш новый учитель, его, правда, получают не все. Это тот прессинг, который психологически молодые учителя получают в школе со стороны детей. Сейчас со стороны родителей, да, это отдельная проблема, которую все выделяют, и молодые учителя ходят только из-за родителей, которые тоже там, ну, достаточно, наверное, невоспитаны, да, в некоторых позициях. И ряд других вопросов. Поэтому, я надеюсь, вот такой вопрос, вот он пока в большей степени даже ответ постановочный на ваш вопрос. Спасибо. Дело в том, что есть ряд вариантов, о которых Айдар Минемансорович говорил, это не только полный заказ республики, но республика полностью осуществляет заказ сегодня на программу полирингвального образования и для национальных школ, да, здесь. Но есть еще и другие механизмы, в частности, делаются отдельные гранты, премии, доплаты, стипендии отдельно выделяются, но и наши выпускники получают обязательства, да, взаимные три года, как в советское время, отработать по направлению. Но все зависит потом от тех условий, которые на уровне муниципалитета, либо конкретно школы будут созданы. Вот те проблемы, которые Айдар Минемансорович озвучил, они тоже являются, в принципе, предметом исследований. Вот все сейчас задают вопрос о полирингвальных школах, там какие пропорции будут между татарским, английским, русскими языками. Ответь на этот вопрос, я думаю, когда школа запустится, там примут какое-то решение, административная будет программа, но все это будет уточняться по ходу, да, по ходу освоения детьми, это тоже предмет глубоких исследований. Поэтому мы приняли решение, что у нас будет небольшая группа людей, которые будут на площадке Айдар Минемансоровича в его институте заниматься просто исследованием. Сегодня, вы знаете, у нас люди и преподают, и занимаются исследованием, да, то есть у нас будут ставки выделены, научных только сотрудников для исследовательской работы. Они могут распределяться не обязательно, 100% только под исследование, допустим, 75% ставки это исследовательская и 0,25% доля или 25% это преподавательская, либо там 1,25% будет, да, то есть мы считаем, что чистая исследовательская работа, она тоже в отрыве от преподавательской работы, она не приносит хороших результатов. То есть это должно быть два в одном, но все зависит от пропорции загруженности. Если у кого-то есть больше талант на исследования, связанные с поездками, с участием в конференциях, это тоже занимает много времени, поэтому мы приняли такое решение. – Здравствуйте, Ирина Трифонова, газета «Сувар». Ильфхат Равкатович, скажите, пожалуйста, можно ли считать присоединение или слияние КФО с педагогическим университетом таким стратегическим ходом, чтобы повысить свои показатели? И что для вас, вот сейчас попадание в топ-100, какие преимущества вам дают в мировом сообществе вузов? – Во-первых, я начну с последнего. Это огромная ответственность, потому что я уже говорил, можно попасть, но самое главное, чтобы еще удержаться и улучшать свои позиции внутри сотни. Это еще жестче, то есть придется нам работать. Преимущество такое, что мы становимся более привлекательными, потому что многие, в том числе зарубежные студенты, они оценивают вузы по тому, где они находятся в этих рейтингах. Эти же рейтинги, они были созданы именно для того, чтобы родители и студенты, или абитуриенты, правильно говорят, могли ориентироваться. И считается, что вузы чем ближе к первой сотне, тем они больше дают и образование качественное, создают лучшие условия, потому что те критерии оценки, они как раз об этом говорят. Мировые рейтинги не самоцель, да, и мы это знаем, но те, кто находятся в топ-100, они все хорошие. Никто не может сказать, что из этих вузов нет плохих. То нам все время говорят, это вот не самоцель и так далее, но хотя все стремятся. Если спортсмен не стремится быть чемпионом мира или чемпионом Олимпийских игр, да, то он не спортсмен, он физкультурник, да, который занимается физкультурой для собственного здоровья, либо я не знаю для чего. А спортсмены, они должны участвовать в соревнованиях и достигать тех или иных позиций. То же самое и здесь. Значит, ну, вы как-то так сказали, что то, что мы достигли, связано ли это с присоединением педагогических вузов. Когда педагогические вузы, ну, они были уже присоединены, когда я пришел на работу, и Дармин Мансуревич вот сказал, он тогда работал в Елабуге, в педагогическом университете. Честно говоря, на первой стадии мы не знали, что с этим делать, потому что не было опыта ни одного российского вуза, который бы попадал в топ-100 из педагогических университетов. В том числе и другие структурные подразделения, они тоже все время говорили, что, ну, вот чем-то занимаются, пусть и занимаются. Но мы выбрали именно два направления, которые имеют очень большую социальную значимость. Это педагогическое направление и медицинское направление. За медицину нас тоже критиковали. Если помните, говорили, у нас есть медицинский университет, у нас есть то, у нас есть это. И мы сегодня занимаем лидирующие позиции в Российской Федерации по этому направлению тоже. Мы лучше и сравниваемся там со специальными университетами, типа первого меда, второго меда, которые являются в своей сфере топовыми. По ряду позиций, мои показатели у нас лучше сегодня, в частности, в научных исследованиях. Мы исходили из того, что это самое востребованное, по другим словам, это самое нужное направление для общества сегодня. Все мы хотим качественно жить, дольше жить. И мы знаем, какое отношение в обществе к сфере здравоохранения. Она сегодня не только в обществе, но и часто критикуется руководством нашей страны. Но критикуется не для того, чтобы критиковать, а понять, что нужно в этой области сделать для того, чтобы улучшить и отношение общества к здравоохранению, к системе здравоохранения с одной стороны. И то же самое, вы задали вопрос, здесь только что любимый корреспондент Эдар Минемансорович, Елена, значит, в вопросах, связанных с подготовкой детей, а это связано с учителями. Ведь самое дорогое у нас – это наши дети, ну и внуки сейчас у кого. И в зависимости от того, как к ним относятся, в том числе и в школе, в садике, мы, каждый из нас, из родителей считает, что мы больше знаем, как нужно с нашими детьми работать, хотя мы зачастую ошибаемся. И это является предметом исследования. Поэтому, если бы два педагогических университета к нам не были присоединены или не участвовали в объединительном процессе, может быть, мы бы и не занимались этой проблематикой. Может быть, занимались только в области исследования, так или иначе сопряжены с другими предметными областями, в частности, с психологией, медициной и так далее. У нас два вопроса еще. Наталья, а потом вы. Здравствуйте, Татарин Форум. Иль Шатров Катович, скажите, пожалуйста, подробнее про детский сад для детей аутистов. Скажите, какое участие конкретно КФУ, когда он появится и где? Спасибо. Во-первых, участие КФУ в чем? Это наша собственность. Это здание детского садика, это собственность нашего университета. Я думаю, открытие будет в начале следующего года, поскольку сегодня мы... Ну, нам нужно еще лицензию получить, да? Лицензию мы должны на федеральном уровне получить. Мы должны сегодня сформировать корректив. Значит, но если мы будем работать с детьми с аутистическими расстройствами, конечно, мы будем, я думаю, вплотную работать с родителями этих детей. Да? И нам нужно будет с ними встречаться и выработать программу подготовки совместно, чтобы это было взаимно такой вот... Обязующая работа. Понятно, наверное, нас тоже будут критиковать, поскольку вот недавно совсем в Гармарде открылась такая структура. И совершенно очевидно, что процесс социализации должен идти с детского возраста, то есть в 10-м или в 8-м классе, наверное, вряд ли это уже можно делать. Стоит вопрос, это будет отдельный садик, где будет концентрирована только работа с детьми с аутистическими расстройствами, либо в этом садике должны быть и другие дети, чтобы вопрос социализации все-таки понимать, ну, обоюдный процесс. Да? То есть ты-то можешь стремиться общаться, но с тобой могут не общаться. Поэтому мы должны выработать методические вещи. И вот центром выработки этих методических вещей будет как раз наша структура детский садик. Мы сегодня вплотную отрабатываем с республикой, поскольку вопросы финансирования детских учреждений и школ – это прерогатива субъекта. И мы должны здесь вписаться в проекты или в программы, в том числе и методического характера, с Министерством образования и науки Республики Татарстан и с муниципалитетом, поскольку мы в Казани находимся, чтобы наши действия не шли в разрез. То есть сегодня садик практически готов. Ну, нужно оснастить игрушками там и так далее, но это тоже методисты должны сказать, что, чего должно быть. Реконструкция, точнее капитальный ремонт практически завершен. Значит, профинансировал капитальный ремонт вот на этой стадии. Там еще нужно работать, значит, бюджет республики. Еще раз говорю, поскольку мы вот межбюджетный процесс, он так выстроен, он трехуровний. Да, есть федеральный, республиканский и муниципальный. Детский садик находится, как бы, собственность наша, ответственность то ли региональная будет, то ли муниципальная. А так, методически мы практически готовы к этой работе. И у нас другого выхода нет, раз мы ремонтные работы провели. Да, садик, я думаю, в первом квартале следующего года откроется. Мы сейчас отрабатываем совместно с Минфином республики. Все зависит от тех стандартов, которые будут за основу взяты. Допустим, в группе стандартной более 20 детей, возможно, а в группе с детьми с аутическими расстройствами должно быть 5 детей всего. Да, у них другой режим, там время нахождения и так далее. И нам нужен обязательно центр общения с родителями. Вот понимаете, когда мы идем не по проторенной дороге, вызывает очень много вопросов. И мы бы не хотели, чтобы в самом начале было какое-то отторжение. Либо со стороны родителей, либо со стороны самих детей. Там еще бабушки придут. Поэтому мы отрабатываем с родительскими сообществами все эти вопросы. Это будет структура федерального университета. Я добавлю. Если можно, попросите очень коротко ответить, потому что время заканчивается. Это будет нерядовое дошкольно-образовательное учреждение. Это будет в том числе и научно-исследовательский центр. Потому что проблемы. Куда университет будет активно вкладываться своими исследовательскими ресурсами, здесь будут работать и медики, и психологи. Потому что аутизм, к сожалению, болезнь, которая еще окончательно не изучена. Поэтому я думаю, это будет действительно прорыв очень серьезный, который будет нужен для общества. Коллеги, коротко давайте. Информагентство Интерфакс. В рейтинге Times Higher Education, о котором сейчас идет речь, КФУ находится между 601 и 800 местом оверл. То есть в общем рейтинге, а не по отдельным направлениям. Стоит ли перед ВУЗом задача войти в топ-100? Я сразу отвечу на этот вопрос. Просто Times Higher Education, он поменял систему оценочную. И если у нас возникла здесь развязка. У нас есть ряд журналов, которые индексируются в так называемом Web of Science и Scopus. Изначально мы ориентировались на Scopus, потом мы переориентировались, поскольку Times Higher Education брал за основу в основном публикации Web of Science, мы переориентировались. Дальше он поменял свою политику и полностью перешел на Scopus, так же, как КОИС. Это примерно так же, когда вы выходите играть в футбол, а по ходу меняются правила игры. И это была тема очень больших дискуссий, в том числе российских ВУЗов, поскольку все российские ВУЗы начали достаточно хорошо продвигаться здесь. То есть это агентство находится в Великобритании, вы знаете, да? И я не знаю, почему они так поменяли политику. Значит, скорее всего, мы раньше попадем в КОИС, в Сотку, где мы, где достаточно стабильные позиции, то есть они не меняют правила игры уже достаточно длинное время. Там мы 392 в мире. И многие оценочные параметры, они нормируются. У нас очень большой университет, поэтому, ну как, маленький камешек можно перенести и поменять структуру очень быстро. Но поразительная ситуация в другом. Мониторинг нашего министерства по публикационной активности, он ориентирован благодаря Академии наук Российской Федерации на Web of Science. И мы находимся на стыке, как нам быть. А ряд журналов индексируется и там, и там. Либо мы перейдем на те журналы, а, знаете, ввинять политику в Большом университете – это не так просто. А вот это особенно важно для естественников. А в предметных областях, вот в Таймсе, почему мы в педагогике, в социальных науках других, да? Потому что они изначально были ориентированы только на скопус, в основном. А журналы Web of Science были ориентированы на естественно-научный наш блок, который давал достаточно большой вкус. Еще, простите, один короткий вопрос. Осенью на сайте ВУЗа был опубликован подписанный вами приказ о подтверждении регламента работы подразделений ВУЗа, вводящий ряд ограничений. Я сразу тоже отвечу на этот вопрос о корректировке. Ну, во-первых, публикация на сайте или где-то там, где вы взяли этот приказ, я не знаю. Значит, произошла, когда я был в командировке в Японии, вы по времени можете посмотреть, если мне не верите. Значит, этот приказ подписан был министром, да, и он был один к одному, значит, ретранслирован. Значит, сегодня корректировки произошли, значит, это касается в основном тех, кто имеет доступ к второй и первой степени секретности. Такие люди есть, ваш покорный слуга имеет вторую степень, значит, поэтому все мои собственные командировки, они так или иначе согласуются. Значит, ну, из крайности в крайности в толкование журналисткам не надо понимать. Все нормальные люди его поняли изначально правильно, и никто перекосов не осуществлял. Как раз в этот же период проходили мероприятия, связанные с WorldSkills. И огромный поток иностранцев всегда был, и мы... Есть разный уровень встреч, может, его не очень корректно написали, это был разговор о встречах, связанных с обсуждением тех вопросов, которые касаются критических направлений исследований, прежде всего. Это ни в коем случае не касается, если мы с кем-то там пошли кофе попить. Мне кажется, надо адресовать, ну, тех, кто приказ выпустил... Там и ответ и министр дал, и все другие, и наши коллеги, мои коллеги давали. Если вы хотели услышать именно от меня, я вам дал ответ на этот вопрос. Почему это он... Последний вопрос, и... Пожалуйста. Лиша Травкатович, если позволите, газета «Бизнес онлайн», Ксения Соколова. Два коротких вопроса у меня. Первый по поводу рейтингов. Не подскажете, какой объем средств университета инвестирует в продвижение в международных рейтингах, да? И второй... Сколько мы даем денег на продвижение? Ну... Сразу хочу сказать, мы денег на продвижение не даем. Мы даем ресурсы на исследование и на формирование востребованных, прежде всего, образовательных программ. Вот сейчас будут созданы центры цифровых трансформаций в каждом структурном подразделении, да? Понятно, что рано или поздно все это отработает на рейтинге в области компьютер-сайенс, где, кстати, ни один вуз Татарстана, к сожалению, не представлен. Мы приняли для себя решение, что у нас 18 структурных подразделений, в каждом из них будут созданы специализированные центры, ответственные за цифровые трансформации именно в этих предметных областях. То есть, то, что педагогик Айдар Минеманцорис сказал, такой центр откроется в начале следующего года, значит, сегодня идет закупка всего необходимого, в том числе, как мы говорим, железа, программных продуктов, отработка программных продуктов. Людям, которые работают в этом направлении, конечно, нужно платить деньги. Да, и не маленькие. Потому что программисты топовые, они востребованы везде. Второй короткий вопрос. Он более общего плана. В КФУ очень активная научная деятельность ведется. Вот какие, понятно, что множество исследований, разработок, они все значимые. Но какие бы Вы отметили, два или три, я не знаю, исследования? Я отмечу четыре направления, которые, я уже сказал, приоритетные. Это все направления связаны с биомедициной и фармацевтикой, то есть с нашей обеспечением нашей жизнедеятельности, здоровьем и так далее. Поэтому мы развиваем и клинические подразделения, центры трансферотехнологии делаем в этом направлении. Это все, что связано с педагогикой. И я говорил, у нас будет исследовательский центр отдельный, кроме того, что мы сегодня делаем. И вот садик сам по себе. Четвертое или третье направление – это все, что связано с направлениями в области нефтехимии, разработок по тяжелым битвам, нетрадиционным нефтям и так далее. Здесь это направление не столько… Оно как исследовательное, так и доходное. За эти работы нам платят деньги. Мы стали базовым университетом Роснефти. Самая крупная стоимостная выражение программа, которую мы реализуем совместно по заказу Роснефти, Бритиш Петролиума и вместе с Империал Колледжем. Самая дорогая магистрская программа в нашей стране. Программа на одного магистра стоит 6 миллионов рублей. И оплачивают эти компании. Это говорит о нужности или опять-таки востребованности. И следующее – это все, что связано с цифровыми технологиями. Мы назвали его «космические цифровые технологии». То есть все, что было разработано для исследования ближнего и дальнего космоса, мы будем сегодня распространять по-старому говорю на предприятии народного хозяйства. То есть все, что работает на благо. И еще одно направление, которое, наверное, более близко и к здравоохранению, то есть и биомедицины – это био-агротехнологии, связанные с утилизацией всех этих отходов, которые нам дают, в том числе и животноводство, и так далее, и превращение всего этого сырья. И в этот же сегмент входят вопросы, связанные с остаточным экологическим накоплением проблемных моментов. Ну вот вы знаете, зоны, где у нас сконцентрированы наши бюджетнообразующие предприятия, они сегодня нуждаются в решении экологических многих вопросов. Вот. Спасибо. Коллеги, всем спасибо, всем хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok